Отца и Сына и Святаго Духа Истворение святителя Иоанна Златоуста Беседа на первом послании к Коринфянам Беседа о зависти Ничто так не разделяет и не расторгает тело Церкви, как ненависть и зависть Это тяжкая болезнь Недостойное прощение и в некотором отношении Худшее самого корня зол Серебролюбец радуется тогда, когда сам получает А завистливый радуется не тогда, когда сам получает А когда не получает другой Считает благополучием для себя не собственное благодеяние А несчастье других Есть как бы общий враг человеческой природы И мучитель христовых членов Что же может быть безумнее? Бес завидует людям, а отнюдь не другому бесу А ты, человек, завидуешь человеку Восстаешь против единоплеменного и однородного тебе Чего не делает и бес Какое будет прощение, какое оправдание Когда ты, видя брата своего, благоденствующего Дрожишь и бледнеешь Тогда, как надлежало бы хвалиться Радоваться и восхищаться Если же ты хочешь соревновать ему Я не запрещаю Соревнуй, но так, чтобы тебе Сделаться подобным ему в доброй славе Не с тем, чтобы унизить его Но чтобы и тебе достигнуть той же высоты И видеть такие же добродетели Вот доброе соревнование Подражать, а не враждовать Не скорбеть о совершенствах другого А сокрушаться о собственных недостатках Но зависть поступает напротив Не заботясь о своих недостатках Она мучится совершенствами других Не столько бедный огорчается своей бедностью Сколько завистливый благополучием ближнего Что может быть гнуснее этого? Посему он, как я выше сказал Гнуснее корыстолюбивого Этот радуется, когда сам получает А тот веселится, когда другой не получает И как увещеваю вас Оставьте этот злой путь И обратитесь к ревности доброй Такая ревность сильна И горячее всякого огня И вы получите великие блага Так и Павел, обращаясь к вере иудеев Говорит Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти И не спасу ли некоторых из них Римлянам 11.14 Кто ревнует такой ревностью, какой он желал Тот сокрушается не тогда, когда видит другого Приобретшим добрую славу Но когда видит собственные недостатки А завистливый не так Он сокрушается, когда видит плюс пияние другого И подобно какому-нибудь трудню Повреждающему чужие труды Сам отнюдь не старается встать А огорчается, когда видит другого стоящим И употребляет все меры к тому, чтобы низвергнуть и его Чему же можно уподобить эту страсть Она, мне кажется, подобна ленивому И уточнившемуся ослу Который, будучи запряжен вместе с быстрым конем И сам не хочет встать И коня от тяжести своего тела старается повергнуть Так и завистливый, нисколько не думает И не старается о том, чтобы восстать от этого глубокого сна А употребляет все меры к тому, чтобы запнуть и низвергнуть другого, парящего к небу Делаясь верным подражателем дьявола Ибо дьявол, видя человека, в району старался не себя исправить А его лишить рая И после видя его пребывающим на небе И других стремящихся туда же Он также старается низвергнуть тех, которые спешат туда И таким образом уготовляет себе самому жесточайшую печь Так бывает и всегда Кому завидуют Тот, если будет бдителем, еще более прославится А завидующий навлекает на себя самого воли и зол Так прославился Иосиф Так Арон, священник, кости завидующих Поразвели то, что сам Бог раз и два изрек о нем определение свое И прозяб жезл его Так Иаков достиг великого благоденствия и всего прочего Так завистники сами себя подвергали бесчисленным бедствиям Зная все это, будем избегать зависти И чему, скажи мне, ты завидуешь? Тому ли, что брат его получил духовное дарование? Но от кого он получил? Скажи мне, не от Бога ли? Значит, ты враждуешь против того, кто даровал ему Видишь ли, до чего простирается зло? До какой степени греха восходит оно и какую изрывает бездну наказания? Будем же, возлюблены, избегать этой страсти Не станем завидовать, но будем молиться о самих завидующих И употреблять всемиры к тому, чтобы истребить в них эту страсть Не станем поступать подобно тем неразумным Которые, желая наказать других Употребляют к тому все меры и возжигают пламя в самих себе Напротив, будем проливать слезы и оплакивать их Они вредят сами себе Нося в себе червя, которые непрестанно пожирают их сердца И открывая источник яда, горчайшей всякой желчи Будем же молить человека, любивого Бога Чтобы он и в них истребил страсть И нам не попустил впасть в эту болезнь Небо недоступно для того, кто заражен этой язвой И еще прежде небо, самая настоящая жизнь делается для него несносной Не так морь и червь снедает дерево и волну, как горячка Зависи снедает самые кости завистников И отравляет здравие души их Посему, дабы нам и себя и других избавить от бесчисленных зол Удалим от себя эту злую горячку, которая хуже всякой язвы Чтобы получить духовную силу, мы могли и совершить подвиг настоящей жизни И достигнуть будущих венцов, которых расподобимся все мы Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С Которым Отцу вместе со Святым Духом Слава, Держава, Честь ныне и пресно и во веки веков Аминь Слава, Держава, Кригория